Президент Украины, Украина, устойчивое развитие невозможно в мире, где царят геополитические стратегии, которые аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав человека, Владимир Зеленский. Президент Украины, Украина. 25 сентября 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира. Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и ощущения безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, которые аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека. Подчеркнул Владимир Зеленский в ходе участия в диалоге лидеров на саммите ООН по вопросам целей устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США. Президент заверил, что Украина предана своим обязательствам по целям устойчивого развития. Для их достижения созданы национальные стратегические рамки, функционирует механизм внедрения целей и мониторинга этого процесса. Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышения занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации, рассказал глава государства. Тем не менее, по его словам, показатели Украины могут и должны быть значительно выше, ведь страна выбрала правильный путь к развитию, и теперь пришло время двигаться по нему быстрее и увереннее. На этом пути сегодня два барьера. Первый – это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы сталкиваются с сопротивлением. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам не преодолеть его без международной поддержки. Эта война вследствие российской агрессии против Украины, подчеркнул Владимир Зеленский. Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине была разрушена критически важная инфраструктура и промышленные объекты, потеряны межотраслевые связи. Но самое главное – Украина потеряла более 13 тысяч граждан. Это не только профессиональные военные, но и добровольцы. Среди погибших – медики, педагоги, спортсмены, ученые, исследователи, художники, музыканты, журналисты, правозащитники. Каждый мог бы внести свой вклад в развитие не только Украины, но и всего мира. Но это, к сожалению, невозможно, подчеркнул глава государства. Впрочем, я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращения войны и господства мира. И это – наша цель номер один. Для того, чтобы бок о бок с государствами, членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения других целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, болезней и войн, резюмировал президент Украины. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.